Здравствуйте! В студии программы «Наблюдатель» Фёкла Толстая. Мы будем говорить сегодня об Анри Бергсоне, французском философе. Дело в том, что 18 октября исполняется 160 лет со дня рождения Анри Бергсона. Философ, который в начале 20 века был невероятно знаменит. Его читали по всему миру и в России тоже. Философ, который получил Нобелевскую премию по литературе. Философ, который повлиял на очень многие науки и дисциплины в 20 веке. И социологии, и психологии, и культура, и кино во многом. Но при этом, как замечают некоторые исследователи, сейчас философия Бергсона, его труды, нуждаются в интерпретаторах и популяризаторах, чтобы мы лучше понимали, что, собственно, такое привнес Бергсон в наше понимание жизни. И вот таких людей, понимающих, и я надеюсь, что интерпретаторов, мы сегодня и позвали к нам в студию, с удовольствием вам их представляю. Олег Владимирович Арансон. Здрасте, Олег Владимирович. Очень приятно, что вы не забываете нас, что вы к нам приходите. И всегда приятно с вами поговорить. Искусствовед, философ, теоретик кино, старший научный сотрудник сектора эстетики Института философии Российской Академии Наук. Добро пожаловать сюда. Также добрый друг нашей программы. А сегодня все такие. Это очень приятно. Виктор Семенович Вахштайн. Добрый день. Социолог, декан факультета социальных наук, Московской высшей школы социальных и экономических наук, как мы все обычно говорим, Шаненко. Мы тоже так говорим. Добро пожаловать. И Виталий Анатольевич Куриной. Добрый день. Культуролог, профессор школы культурологии, высшей школы экономики, знаток кино и философии сегодня тоже. Мой первый вопрос, собственно, для того, чтобы немножко определить, кто такой Бергсон, почему он так важен, справедливо ли все, что я говорила. Вот этот... Позвольте мне начать с такого словарика Бергсона. Жизненный порыв, ощущение, интуиция, время, свобода воли, творческая эволюция, интуиция, по-моему, я уже говорила, длительность. Вот все эти понятия, какие-то совершенно новые для философии, какие-то по-новому открытые Бергсоном. Вот что для... Может быть, каждый бы ответил как-то коротко для натравки нашего разговора. Что он открывал нового в этих категориях? Или вообще первый ли он внес их в философию? Какова его роль тут? Мне кажется, все зависит от выбранной исторической оптики масштаба. То есть... Масштаб у нас огромный, в программе наблюдатели всегда. А историческая оптика сегодняшний день. Да. То есть, естественно, Бергсон, действительно, вы правы, имел колоссальное влияние, колоссальную популярность на своих современников и как бы на ближайший философский круг. То есть вот эти понятия, которые вы перечислили, ну, например, метафора потока. Метафора потока. Вообще становится ключевым термином, например, у того же Джеймса, его психологии, затем перекочевывает в феноменологию. И это совершенно такая новая, очень влиятельная модель. И потом у Пруста просто уже реализуется в литературе. Да, совершенно верно. Пруст – это такая некоторая иллюстрация специфического понимания такой процессуальности и памяти у Бергсона. Другая категория – это порыв. Лебенсдранг затем в немецкой уже антропологии становится уж Макса Шеллера таким ключевым вообще понятием. То есть действительно очень большое влияние, прекрасный литературный талант, отмечали и вот такую высокую требовательность к переводам его работ. Но действительно в то время как-то довольно просто давали премии по литературе философам. Это, так сказать, как бы вот такое прямое, прямое, что ли, влияние. Ну и сегодня, кстати говоря, вот может быть Олег и подробнее прокомментируют такое нео-бергсонианство, ауделёза такое своеобразное. Это уже вчера. Это большая глава вообще может быть. Но с точки зрения длительной перспективы, я бы сказал, что Бергсон, конечно, не сильно оригинален в том смысле, что он как бы… это такое нео-шеллингианство, понимаете, как бы, то есть попытка увидеть, как бы предложить некоторый язык, который фундаментальным образом вот снимает различия там природы и культуры человеческого существования и мира. То есть это такое противопоставление разуму, оди, разуму, рации, наукам, которые в 19 веке расцветали. Вот, нет, подождите, есть еще другая сторона, есть есть… Я протестирую вот Тютчева, который намного раньше, как бы, будучи шеллингианцем и дружил с Шеллингом, значит, выражал так. Не то, что мните вы природа, там, не слепок, не лик, да, в ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык. Да, вот такой, собственно говоря, другой взгляд на универсум, который постоянно борется с механицизмом в первую очередь, да, так сказать, как бы, с такой банальной натуралистической моделью мира, так сказать, как бы, и вот эта полемика всегда постоянно, она идет, как бы, в современной философии. Мы можем Шеллинга вспомнить, можем вспомнить, что органицизм, вообще слово «организм» для Бергсона является очень важным. Если я вот пробил эту творческую эволюцию, там, слово «организм» вообще-то чаще, чем всякие интуиции там упоминается и так далее. В том отношении, что он берет какую-то биологическую, чуть ли не термин, и сам его использует. Да, Гердяев его просто обвиняет в биологизме. То есть он фактически пишет «Великая философия», но, к сожалению, слишком зависимо от биологии. Да. Ну, еще один важный момент. Мне кажется, Бергсон еще очень важен вот для Хайдеггера, потому что, конечно, как бы попытка выстроить новую антологию, исходя из все-таки какого-то анализа человеческого существования и человеческого опыта, это, собственно говоря, то, что затем было в таком уже как бы эпическом виде реализовано Хайдеггером, как таким более, что ли, профессионально-схоластическим философом. Это, конечно, да. Спасибо. На что вы обратите внимание из того вороха терминов по-русски, который я произнесла? Тут очень сложно попытаться сделать из Бергсона какого-то очень удобного, квадратного, доступного трансляции и упаковки автора, потому что он действительно не таков. Я бы, наверное, выделил несколько парадоксов. Потому что, с одной стороны, конечно, огромное значение Бергсона для французской культуры. Это очень французский автор. И не случайно он получает премию по литературе. А Бергсон, который невероятно вписан в этот французский интеллектуальный контекст и в силу того, что прожил большую жизнь, он там современник, ровесник, друг, приятель, знакомый практически всех, кого мы сегодня вспоминаем, как людей, создавших интеллектуальную среду Франции того времени. Например? Он однокурсник Жан Жареса, с которым они постоянно конкурируют и находятся в очень сложных отношениях, перетягивая внимание преподавателей. На финальных дебатах они конкурируют за первое место, но в итоге Бергсон получает второе. Жан Жарес, собственно, один из главных политиков последствия в Французской Республике. Это когда они математики еще учатся? Это когда они... Нет, это эколь нормаль, это философия. А на курс младший Миль Дюргейм, которого, собственно, один из создателей социологии, уж точно создатель французской социологии, на которого Бергсон сначала не обращает внимания, потом уже в зрелом возрасте вдруг начинает читать его работы. И последняя книга Бергсона, по сути, такой спор с недавно скончавшимся Дюргеймом. Ну и, конечно, героическая, по сути, гибель Бергсона, когда оккупированный Париж, ему предлагают в силу его прошлых заслуг Нобелевской премии, Французской академии и так далее, ему предлагают вывести его из-под действия антиеврейских эдиктов, он отказывается, будучи уже больным стариком, стоит несколько часов в очереди, окончательно простужается, умирает от пневмонии, просто принципиально отказавшись воспользоваться возможностью на спасение, и зарегистрировался. И разделяя участь своего народа, да. Притом, что в этот момент он уже тяготеет к католицизму, он уже в завещании просит католического священника прочитать молитву на его могиле и так далее. Но это влияние в культуре, а влияние в философии и в смежных дисциплинах, которые, конечно же, воруют понятие философии, все получается несколько странно, потому что, с одной стороны, Бергсон же относится к наукам с некоторым пренебрежением. Для него наука – это что-то, что подчинено закону практического разума, практическим нужным людей. А наука, кроме того, это торжество интеллекта. А он как раз про вот эту длительность и интуицию. Но в то же время, то есть, постоянные заимствования из биологии, в первой работе опыта непосредственных данных сознания с Порс Фехнером и с психофизикой своего времени, очень внимательное чтение всех естественно научных работ. Так что Бердяев его, собственно, даже в биологизме обвиняет. Бергсон, который говорит про то, что нельзя понять философскую систему как научную теорию. Она не является сухим слепком понятий. В ней всегда есть интуиция. И поэтому философия разворачивается во времени. Но что сделали социологи с ним? Они вырезали из него ключевое понятие. Кстати, не упомянуто. То есть, про и про то социология – это какое? Да, attention à la vie. Внимание к жизни. Внимание к жизни. К нему мы сейчас еще отдельно к социологии вернемся. Но не кажется ли вам, это моя дорогтовка, может быть, очень дурацкая, что это игра на поле соперника? Я выступаю против рациональной науки, говоря, что не только вы есть на белом свете, друзья. Есть еще и интуиция и прочее, прочее. И я вас бью вашими аргументами, вашими инструментами. Скорее, он в этом поле, как вы его назвали, полем соперников, впервые обнаружил ту лакуну, которую пытался заполнить. Потому что когда он описывает в биографии, как он приходит к этой своей интуиции длительности, чистой длительности, он говорит, я обнаружил, что в естественных науках мы не можем описать время так, как его проживает человек. Потому что мы не можем схватить ту самую субъективную сторону проживания времени, ту длительность, которая для него является одновременно и непрерывностью, и неоднородностью. Потому что длительность – это еще смена состояния сознания. Какое-то развитие творческое. И уже потом придет к творческому развитию, чуть позже. Потому что сначала это вопрос, в общем, к сегодня, который казался бы нам совершенно психологическим. Это связь внимания, памяти, восприятия, удержания образа, способность к единству настоящего и уходящего воспоминания, как некоторый синтетический процесс. То есть он приходит на это поле. И поэтому спор с Эйнштейном, например, у него потом появляется, который его все бьют, потому что типа физики не понял. Так он и не про физику, он про совсем другую. А что он говорит Эйнштейну? Он говорит про то, что ваше понимание одновременности должно утвердить тотальную множественность темпоральностей. Но говорит он, что нет, есть субъективная темпоральность, длительность чистого опыта человеческого, и она является, по сути, такой единой, универсальной первоосновой всех последующих опытов. Поэтому он, конечно, философ времени, прежде всего. И для него релятивистская теория физическая довольно болезненно бьет по его идее вот этой универсально-человеческого, длительности человеческого опыта. Но при этом универсальность, да, но при этом у всякого человека же своя. Ну, большой вопрос. Олег Владимирович, да. На что вам хочется обратить внимание? Чтобы такой предварительный портрет Бергсона составить. Во-первых, я хотел бы сказать, что Бергсон чем-то напоминает Канта. Он прожил 80 лет, и у него почти нет личной биографии. Ну, то есть она минимальная. Вот этот эпизод перед смертью очень... Я удивляюсь, откуда Виктор это все взял. Ну, то есть я шучу. Но вот как бы она несобытийна. Его события – это прежде всего книги. То есть у него биография философская. И вот эта несобытийность, она действительно как бы отмечает в нем такого интеллектуала-философа, который задался целью найти противоядие против вот этого механицизма, научного знания, останавливающего мир. И сделать ставку на длительность, на движение. Что значит мыслить, исходя из движения, а не исходя из статичных состояний? У него даже в творческой революции есть такая глава. Это одна из самых ранних его. Ну, это 1907 год, это уже не раннее. Это пик. Это после чего он стал о другом задумываться. И в принципе у него очень странная с точки зрения истории философии судьба. Вот с одной стороны можно согласиться с Виталием с точки зрения перспективы истории философии. Действительно какие-то вещи он повторяет не только за Шеллингом, но и за Шопенгауэром. Но много вещей это все так или иначе было тогда популярно. И в такой школьной философии иногда называют философия жизни. Когда жизнь... Жизнь в смысле воспевания жизни, в смысле витальности? Да. В смысле иррационального жизненного потока. Жизненный поток. Жизненный поток, который больше, чем наша способность его рационализовать, его объяснить, описать и так далее. Иногда это называют иррационализмом. Вот многие интерпретаторы де Лёза как раз настаивают, что так не стоит делать. Потому что это специфический тип рациональности, ориентированный на постоянную динамику и изменчивость. И он, надо сказать, придумал эту логику изменчивости. И я должен сказать, что это его открытие, которое может быть самое важное для нашего времени. Потому что мы живем в мир колоссальных скоростей. И вот, собственно, Бергсон был первый, кто стал именно в книге «Материя и память» пытаться работать с скоростями, данными в образах. Образы он просто мыслил не как какие-то изображения, представления, а как изменчивости. Изменчивости самой материи. Ну, например. Или к философии труда приводить примеры. Философии. Мы приведем еще примеры. Например, вот есть, Виталий уже упомянул, есть такой интерпретатор Делес, интерпретатор Бергсона. Он сказал, что все... Тоже французская культура, тоже продолжение, тоже дарится. Что все образы кино – это не картинки, а это то, что Бергсон называл образами. Это материя нашей жизни. То есть то, что мы называем природой, думая, что это картинки природ, это никакая не природа. А природой является тот тип образов, ну, материальность, в котором мы живем. Когда-то они были картинками, но вот сейчас они уже становятся, как Бергсон говорил, срезами длительности. Нашими типами проживания. Ну, вы знаете, вот, что такое вот это противопоставление длительности и механики разума. У Бергсона есть один из ответов на знаменитый парадокс Зенона про Ахиллеса и черепаху, который знают все. Ахиллес не может догнать черепаху. Мне кажется, вот Бергсона надо начинать с этого парадокса. Потому что там две части его философии как бы совместились. Та философия, когда он сделал ставку на движение, вот на это дюре, на длительность. И ту философию даже, которую он в двух источниках в 30-е годы. Почему? Ну, что происходит? Бегут двое. Черепаха и Ахиллес. Значит, Ахиллес не может догнать черепаху, она всегда немножко впереди. Как только он ее догоняет, она на какой-то момент уходит вперед. Это вот есть делимость мира или различия в интенсивностях, в степени. Это пространственное отношение к движению ко времени. Что говорит Бергсон? Это нельзя сравнивать. Два типа длительности. И вот есть длительность Ахиллеса и есть длительность черепахи. И сравнивать их – это ложная проблема. В результате Ахиллес обладает героической скоростью. Героической, я говорю, не случайно, потому что в двух источниках морали и религии вот этими агентами жизни являются герои и святые. Переизбыток жизни в них. Переизбыток жизни. А черепаха – биологическое существо, оказывается агентом разума, который не дает Ахиллесу убежать. Таких вещей очень много. И я хотел бы свое такое вступительное слово закончить тем, что Бергсону как философу сначала очень не повезло. Он был забыт. И даже когда была эпоха Хайдегера господства, и Хайдегер даже хотел ответить Бергсону на его концепцию времени, но, наверное, Бергсон стал уже настолько непопулярен, что он решил этого не делать. То есть вы говорите про какие-то 30-е, 40-е, 50-е годы. Хотя он в 30-е получает Ноговскую премию. Да, да. Когда в 59-м году, когда было столетие Бергсона, Мерло Панти и Янкелевич выступали, и было из их выступлений понятно, что Бергсон, в общем, не котируется. Они пытались как-то его реанимировать по-своему, оживить. И вдруг в 60-е годы начинается возрождение вместе с книгой «Иделёза-бергсонизм». Иделёз выделяет из Бергсона такую материалистическую составляющую. У него есть ещё спиртуалистская составляющая, на которую Янкелевич больше ставку делает. И потом он пишет книгу «Кино». И это потрясающе. Почему потрясающе? Потому что Бергсон – философ, и как бы все философы немножко абстрактны. И его концепция памяти и образов как материи, она немножко такая иллюзорная. Мы бы сказали, он сам называл это антологией. И вдруг приходит «Иделёзм» и показывает, что это эмпирически существует в виде конкретного кинопроизводства. Что кино – это и есть то, о чём писал Бергсон до кинематографа. Можно я подхвачу эту лидию? До братьев Люмьер. Он в 1996 году писал «Материю и память». Ну, когда кинематограф только изобретали. Но фактически он описал «Материю и кино», но понимание, что Бергсон описал в образах именно «Материю и кино», пришло только в 80-е годы. Хорошо. А Бергсон понимал, что кино при нём всё-таки было? Нет, не понимал. Он как раз не понимал. Я вот тут, поскольку у нас философский сюжет, мы как-то должны отрефлексировать своё «здесь и сейчас», поскольку мы в рамках телевидения. Бергсон, мне кажется, потрясающе интересная фигура, которая замечательно иллюстрирует, как изменение медиасреды, появление новых медиа, меняет вообще структуру мышления. И действительно, Бергсон, собственно говоря, творит основные вещи в момент рождения кинематографа. Кстати говоря, в то время это ещё даже не кино. Я напомню, что когда пишут «Створческая эволюция», это балаганный аттракцион. И вообще язык Бергсона, его способы мышления, они постоянно наполнены ссылками а на фотографию и б на кинематограф. Причём вот парадоксальность Деллёза, французская мысль, не знает преград, конечно, заключается в том, что для самого Бергсона кинематограф это самый негативный вообще способ, самая негативная метафора, поскольку... То есть Бергсон обращается в кино как вот этот плохой пример. А Деллёв говорит, что он воспел все принципы кино. А вот какой-то пример вы можете, то есть конкретно, какой-то конкретной идеей вы можете это иллюстрировать? Нет, но имеется в виду у Бергсона как бы главная система аргументации. Он тут не нов, на самом деле. Вот я немножко полемизирую, что он там как-то открыл особую модель темпоральности. Конечно, нет. То есть это модель темпоральности, с которой он работает, это популяризация на работах немецкой исторической школы и прежде всего, конечно, Иоганна Густава Дройзена. Такой очень сложный. У Бергсона есть очень красивая теория. Это в чистом виде Дройзен, о том, что прошлое, оно как бы сконцентрировано во фронте настоящего. То есть весь его осадок здесь как бы присутствует. Да, так сказать, как бы. И Бергсон... В смысле, что мы знаем свою историю, мы учитываем ее, мы ее... А в каком смысле? Да, в том смысле, что прошлое, оно как бы актуально присутствует в настоящем. В смысле, что мы его уже не развидим, не разузнаем. Да, да, оно необратимо. Оно необратимо. И что здесь очень важно, что это непредсказуемо. Вот история, это настоящая длительность, собственно говоря, Бергсона, она всегда непредсказуема. Она означает то, что происходит нециклическое изменение. Все, что связано как бы с возможностью научной предсказательности, рассматривается как проекция пространственной метафоры на, собственно говоря, мир. И как бы в этом смысле для него наука это вот такие единичные статичные кадры, которые пытаются имитировать движение, как это делает кинематограф. И вот это вот очень важная идея, как бы историчность в совершенно особом виде, она вот до 19 века так действительно не разворачивалась. Сейчас, подождите, много вопросов по дороге, просто чтобы я могла понять. Вот скажем, скажем, он к теории Дарвина обращается, да? Критикует. Да, то есть именно в том, что она предсказуема, что если ты просчитал, то есть ты, Дарвин, просчитал все, как это развивается, значит, дальше можно прочитать закон понятия никаких неожиданностей. Да, механическая. И это пространственная история. Совершенно верно. Это механическая. И кадры в кино тоже механические. Если поезд на тебя движется, то об этом речи? Он создается из статических элементов. Да, то есть что такое кинопленка? Это набор статических элементов. Камера стоит на треноге, это один взгляд. Даже не важно, где стоит камера, важно, что 24 кадра в секунду, статичные кадры, создают иллюзию движения. Не само движение, а иллюзию движения. Наука иллюзорна. Именно потому, что она из статических вещей делает нам, как бы, представляет якобы жизнь. Якобы жизнь. Вы хотели возразить, Виктор? На самом деле, интересный спор. Можно его прям серьезно погрузиться и разобраться с текстами. Потому что, если я не ошибаюсь, то вот как раз эта интуиция темпоральности у него вообще не из исторической школы. И это можно прям интересно посмотреть. Потому что, кажется, насколько я понимаю, длительность, это ровно то, о чем пишет Делес в первой главе Бергсонизма, она у него не из истории, не от Дройзена. Это совершенно психологическая тема. Она связана как раз с попыткой разворачивания внутреннего времени через неоднородность сменяющих друг друга состояние сознания. И именно поэтому уже в конце Бергсонизма Делес делает этот такой забавный ход. Он говорит, Бергсон нам дал новую антологию истории. Он вывел ее, по сути, из потока сознания. Не Джеймсовского, который у прагматистов есть, а своего собственного. Что это означает? В момент, когда мы с вами сидим здесь, мы на секунду перестаем быть самими собой. Потому что наше внимание друг к другу, к ситуации, в которой мы находимся, подобно острию конуса. И Бергсон буквально рисует этот конус в материи памяти. Мы в этот момент откладываем, выносим за скобки и не обращаемся к своим биографическим обстоятельствам жизни. Мы не прыгаем в память и в воспоминания. Мы антологически здесь и сейчас, как бодрствующие, взрослые люди, сосредоточенные, сохраняющие предельную ясность в этом острее конуса, собственно, то, что называется вниманием к жизни или особой установкой напряжения внимания к жизни. Но в тот момент, когда мы начинаем воспринимать, мы отсюда отступаем из этой ситуации. И в этот момент, Делес говорит, по Бергсону мы совершаем скачок в историю, мы совершаем скачок в прошлое. То есть мы осознаем и пытаемся положить это в какие-то наши ячеечки, со своим опытом соотнести, как-то флассифицировать. И буквально он нарезает это, соответственно, память, говорит, он есть опыт сосуществования, но именно в этом и, собственно, интересный ход теоретический, который делает Бергсон. Память и внимание это две вещи, которые позволяют прошлому находиться в настоящем. Это то, что потом появится у феноменологов, как то, что прошлое присутствует здесь и сейчас. А парадоксальным образом именно это мы у него украли, социологи, в смысле. То есть через пять лет после его смерти Альфред Шутц воспользуется понятием атенсион а-ля-ви, выкроет его совершенно по-научному, то, что Бергсон бы не одобрил из его философской концепции, и говорит, вот, благодаря Бергсону мы теперь понимаем, что живем во множественных мирах. И в мире повседневности, здравого смысла, рациональности и так далее мы все вот в этой точке максимальной сосредоточенности, потока здесь и сейчас. Но в тот момент, когда мы переходим в установку рефлексии своих действий или когда погружаемся в воспоминания, мы делаем этот шаг назад, и это уже принципиально другая настройка внимания. Соответственно, мы совершаем скачок в, например, мир научной теории. То, что мы делаем, когда погружаемся в текст Бергсона, например, когда его читаем. Во многом концепция множественных миров, которая в социологии, конечно, очень сильно повлияла благодаря феноменологам, благодаря, в конечном итоге, выросла в микросоциологию, она очень многим обязана Бергсону. В частности, сегодня понятие Бергсона атенсион а-ля-ви умудрилось дожить до наших дней, несколько раз, сменив имя в разных концепциях. У Ирвинга Гоффмана это режим of involvement, то, насколько мы вовлечены во взаимодействие друг с другом, тем самым вынося свою собственную биографию за скобки. Позднее, в прагматистской французской социологии это режим d'engagement и вот так далее и тому подобное. То есть понятие, на самом деле... С тобой режим вовлеченности. Режим вовлеченности. То, насколько мы сейчас вместе здесь сосредоточены друг на друге и не растворены в своем прошлом. Поэтому, собственно, вот исследователи Брюксона, они зачастую обращаются к этому его одержимости гипермнезии. То есть способностью накануне смерти вспомнить всю свою жизнь. Способностью увидеть все то, что ты забыл на протяжении жизни, все то, что ты вынес за скобки, потому что это не имело никакой сцепки с реальными ситуациями, в которых ты находился. Но в тот момент, когда вот эта реальная ситуация, это принуждение внешнего, например, модели, где мы сейчас находимся, отступает на задний план, в этот момент мы можем окинуть единым взором и к нам вернуться те воспоминания, которые мы забыли. Вот эта Брюксоновская тема феномена гипермнезии, она довольно любопытна, там про нее много чего написано. Он прямо писал про гипермнезию? Это уже термин более поздний. Насколько я помню, это более поздний термин. Это разве не психология? Все то, что пишет Брюксон с сегодняшним читателем во многом, но не последняя работа, последняя работа это отдельная тема, почему социологи не любят единственную социологическую работу Брюксона. Все, что он пишет, опыт о непосредственных данных сознания, материи, память, творческая эволюция была бы считана как чистая психология своего времени. Ну, философская психология. А тогда это не считывали-то? Нет, это философская психология. Это не было и разделение жестов. Вы знаете, после того, как книги эти были написаны, ну, как появилось два разных типа интерпретаций, ну, примерно там, много разных интерпретаций. Ну, в принципе, одна лишает абсолютно психологизма. Это вот интерпретация Деллеза. Бергсонизм – это книга, которая лишает все понятия Бергсона психологизма абсолютно и показывает действующую рабочую логическую модель, как это устроено. Как устроена интуиция, не как озарение, не как психологическое состояние, не как какая-то гениальность, а как метод. Интуиция – это метод. Метод, который начинается там с развлечения по природе вместо развлечения по степени. Что такое развлечение по природе? Это когда ты неравен сам себе в собственном... Когда ты в потоке, когда ты в движении находишься. Неравенство самому себе. Это когда... Когда мы... То есть, изменчивость какая-то, развитие, динамичность... Когда мы никакую вещь не можем рассматривать в ее единстве, вот как феноменологи пытались, в ее сущности. Когда она всегда композит. И всегда в этом композите надо провести разделение и выделить то в вещи, что является жизнью и движением, и то, что ее делает вещью как потребностью. В общем, вот Делес депсихологизирует это. Он делает из этого логику фактически. Но есть концепции, которые наоборот, интерпретации, которые наоборот психологизируют. Или наоборот даже... Вот у нас Лоский даже к религиозным мотивам подводил там... Ну, как бы... Делают акцент на понятии духа у Бергсона. Вот. И здесь как бы есть с чего выбирать. Да? Но на мой взгляд, не из чего. Потому что я считаю, я считаю, что как бы Бергсон философ и депсихологизация это естественный путь для философского размышления дальше. И для развития. И для развития. И вот смотрите... Когда мы... Просто отрежем вот эту часть, забудем про нее, оставим только то, что позволяет депсихологизация. Нет, ну... А это он просто так написал. Ну, случайно. Ну, настроение было плохое. Нет, дело в том, что... Подождите, ну, может быть, через 40 лет или 50 это тоже как-то протрактуют еще какие-то... Это не просто он там это написал и не написал. У него все вместе. Это тоже... Бергсон – это тоже композит, который надо вот так разделять. Он состоит из двух непримиримых частей. Из вот этой психологии, которая готова стать почти индивидуальной психологией творчества какого-то. И из логики, которая есть логика самой материи, где творческий индивид не так важен, если он... Может быть, это как инвестиция? Если он не агент жизни, как святой, понимаете, или герой, агент жизни. Вот. Поэтому вот то, что... Поэтому не случайно, может быть, что вот этот момент, связанный с материальностью такой вот этого движения, был уже у первых теоретиков-кинематографа воспринято... Вообще, первые теории кино опирались в основном на Фрейда и Бергсона. Вот два теоретика. На психоанализ. Ну, почему Мюнстер Берг все-таки совсем другая школа? Он первая теория кино, более-менее. Ну, я беру все-таки попозже. Ладно. Ну, можно... Скажите мне, вот раз мы вернулись в кино, объясните мне, пожалуйста, вот это то, о чем Виталий начал говорить, что, значит, он стал сам приводил кино как пример череды статичных каких-то состояний, которые создают иллюзию жизни, а не реальную жизнь. А Делиос говорит, нет-нет-нет-нет, как раз кино самое лучшее... Не ту книжку. Это непередаваемая логика... Не ту книжку надо читать. Не книжку творческой эволюции, а книжку, которая написана десятью годами раньше «Материя памяти». Когда Бергсон увидел кино, он увидел в нем все негативное. Но в «Материи памяти» он еще не знал кинематографа, и поэтому адекватно его описал. Хорошо, а как он описывает? То есть пока он не видел, он все правильно представил, а потом увидел, сказал, фу, какая фу, это все то, что я не люблю. Да-да-да. Так что он в этой книжке киношного? «Материи памяти». Да, «Материи памяти». Нет, ну здесь я на самом деле вообще, так сказать, считаю, что вольность интерпретации Делеза, так сказать, она настолько масштабна и превосходит все мыслимые пределы, что... То есть он опирается на Бергсона, а на самом деле его переворачивает и перевирает. Нет, не перевирает и не переворачивает. Я считаю, он точен в смысле, в котором слово «точность» употреблял Бергсон. Философская точность это интуиция. Ну, то есть ничего не понятно. То есть, я рада, что мы начинаем говорить уже бытовым языком философская точность, интуиция, значит ничего не понятно. Вот это мне ясно. Ну, смотрите, я простой пример приведу. Если мы рассматриваем кино как набор статичных кадров, действительно, это действительно иллюзия движения. Но Делес говорит, не надо считать движением то, что мы видим как движение. Кинематографическое движение осуществляется совсем в другом месте. Нет, нет, ни в коем случае. Ничего внутреннего там вообще нет. Ничего там нет внутреннего. Оно осуществляется в другом месте. В каком месте осуществляется? В месте, когда пространство кадрируется, когда возникает монтаж. То есть, настоящий язык движение возникает через кадрирование и монтаж. Монтаж это не соединение кадров, говорит Делес. Монтаж это целая фильма. Это некоторое движение, которое задает весь фильм монтажной структурой. Вот это движение. Это то, что он называет образ движения. И он вводит таксономию этих образов. Я хотел бы сказать, что, конечно, это все вариации холизма и, так сказать, определенного рода. Все-таки Бергсон, повторюсь, если смотреть на его позицию, неизменную актуальность, естественно, заключается в том, что существует постоянная борьба двух таких моделей рациональности научного знания. Одна из них настаивает на том, что наука едина, а это в общем натуралистический позитивизм более или менее. И вторая позиция в разных вариантах, и Бергсон попросту один из таких изводов, так сказать, говорит, нет, соответственно, либо реальность богаче, либо существуют сферы реальности, которые не поддаются такого рода исследованию. И в целом это как бы конкуренция, как правило, аналитического, механического взгляда и холистского взгляда, когда есть ценность. Что ты называешь холистским взгляда? Ну, потому что целое, целое, которым постоянно адресуется Бергсон. Целое Бергсон описывает как многообразие противопоставительного. Да, но тем не менее, это сказать... Как то, что готово быть разделено на множество вещей. Совершенно верно, но аргумент, который он всегда использует, имея в виду, и что такое материя, и что такое рациональность, это, собственно говоря, отдельные снимки этой самой жизни, так сказать, как бы аналитически выделенные части. И базовая ошибка, которая здесь заключается, принимать за целое. То есть, это в чистом виде как бы такая холистская вещь. Это не ошибка. Посмотри, как он пишет. Посмотри, как он пишет. просто давай, вот если вот так вот идти по тексту, то получается, то есть, с одной стороны, да, критика интеллектуализма, критика того, что нечто, имеющее длительность, вдруг обретает пространствообразие, становится подобным пространством. Но мы берем конкретно главу за главой, и мы видим, ну, в двух первых работах это особенно видно, в творческой эволюции чуть меньше. Это предельная, последовательная аналитичность. Там, где надо, он рисует схемы внимания, схемы памяти. Там, где ему нужно обозначить атенсиональвей, он рисует конусы и спиралевидные планы сознания. То есть, там, где идет четыре страницы спора с Фехнером, он детальнейшим образом аналитически разбирает Фехнер. Он создает некоторую очень внятную систему развлечений, которая, по-хорошему, в его же собственной логике не должно быть, потому что внятная система ненавидит. Но он так работает. Это, о чем мы говорили, что пить противника, вначале мы говорили, на своей территории. Но я напомню, что работа это институциональное обстоятельство, потому что, если бы, как бы, в 18 веке, и Дидро, собственно говоря, таким апологетом этого метода, он бы сказал, что философ, настоящий философ, это эклектик, так сказать, как бы, это дилетант-эклектик, то Бергсон, вообще-то, вполне себе университетский уже человек, и весь его дискурс оговоря теми имплицитными нормами, которые диктует эта институциональная среда. Он прямо начинает с трюизмов, которые, так сказать, в немецкой философии проговорены уже 70 лет назад, так сказать, что я не порождаю системы, я вот тут работаю, я различаю и так далее. У нас два разных Бергсона. Бергсон, взятый через немецкую традицию, и Бергсон, взятый через Делеза. Бергсон из прошлого и Бергсон из будущего. То есть два Бергсона-курильщика. Бергсон-социолога, так это вообще просто какой-то моральный урод. Я знаю, что хочу вас спросить. Это мои какие-то, так сказать, попытки понять. Вот чуть-чуть о другом. Вот когда он говорит про вообще понятие интуиции, которое, по-моему, сейчас страшно актуально, не знаю, как в философии, но вообще в жизни, в социологии, в психологии, это какое-то такое твое субъективное, особое, и вообще категория интуиции, это же чувства, правда? Категория чувств, как... Уберсоны нет. Уберсоны нет. Уберсоны нет. Хорошо. Но вот скажите мне, давайте я сразу, так сказать, проговорюсь, что какие-то свои интуитивные ощущения, что когда возникает вот эта история с интуицией, с объектно-субъектными отношениями, которые не такие простые, вот мне вдруг в этом видится, может быть, это еле, что он имеет в виду, что он человека, воспринимающего, включает гораздо больше во всю эту, так сказать, коммуникацию. И это то, что нам сейчас очень важно, когда мы... Когда это не... Почему вот, я говорю, где-то в другом месте происходит кино? Я сразу тычу на себя, считаю, что кино это не просто тени на тряпке, а кино это то, как ты воспринимаешь, а другой по-другому воспринимает, а мы все вместе в этом зале еще третьим образом воспринимаем. То есть восприятие, как и человек, который воспринимает, вместе со своей памятью, вместе со своей памятью, как важный вообще участник всего этого процесса. Мне кажется, что его раньше там не было так много. Он был, тут я скорее с Виталийом соглашусь, но тут есть интересный сюжет, потому что каждый раз, когда мы сталкиваемся с философским словарем и с философским языком, то мы обнаруживаем, что все слова привычные нам, слова здравого смысла имеют совершенно другое значение. Интуиция не то? Интуиция – это не интуиция, и образ – это не образ, и длительность – это не длительность. Переведите, пожалуйста, друзья. А дальше возникает проблема. Ну там с образами Олег, насколько я понимаю, прояснил ситуацию с интуицией. Делес говорит, что интуиция у Бергсона – это метод, это именно как последовательность действий, которую он раскладывает буквально, и очень жестко прописывает, что значит использовать интуицию как метод. Но в какой-то момент возникает проблема, потому что для самого Бергсона я не уверен, что интуиция – это метод, это делезовская накрутка, для самого Бергсона метод – это интроспекция, самонаблюдение. В письме Геффнера, например, вообще пишет напрямую, что «Чего вы докопались до моей теории интуиции? Для меня главной является моя теория длительности». Интуиция – это просто способ разворачивания длительности, тот исток, из которого она движется. Все-таки способ схватывания. Но это же вот… Я вам поясню немножко про интуицию. Это действительно такая… Саморефлексия такая же? Нет, мы сейчас как бы, ну, так понятно, что не в популярной психологии, это вот очень субъективизировано. В принципе, конечно, это фундаментальная такая философская категория. И, в общем, как бы сразу можно как бы сказать, как будет философия разворачиваться, да, и некоторые фундаментальные архетипические черты в зависимости от типа допускаемой интуиции. Например, вот для Канта было принципиально, что интуиция, да, аншаунг может быть только чувственной природой, связанной с чувственностью. И он блокировал чрезвычайно популярную в философской традиции, да, возможность интеллектуальной интуиции. У Бергсона вот эта его ссылка на интуицию, она, надо сказать, в значительной степени вот как-то легитимировала и сделала популярным это понятие, феноменологической традиции. И есть довольно жесткая, на самом деле, мейнстримная философия, аналитическая философия языка, которая при живом шлике не оставляет от этого понятия интуиции вообще камня на камне. И, как бы говорится, это все как бы действительно иррационализм, специфика познающего разума в том, что он дискретен и не способен схватывать континуальной целостности, потому что, как бы, это уже не наука, это, что называется, сама жизнь. Поплатился за свое понятие интуиции очень сильно. И она была, конечно, и там и феноменологам досталась по полной связи с этой интуицией, конечно. Он же получил одновременно и от Венского кружка, который ты сейчас упомянул, за то, что это вообще антинаучная ересь, и идите вы к черту со своей интуицией. А с другой стороны, он же получил от Жильяна Бенда, он получил от практически всех своих современников, которые, вот Бенда, когда пишет, например, предательство интеллектуалов, он отдельно, очень жестко нападает на Бергсона, иногда просто как-то прям будет даже не очень приятно читать, потому что это, говорит, предательство разума. То есть сегодня воспеваешь интуицию, а завтра, значит, пойдешь с Гитлером маршировать. Да-да-да, это связка. То есть это связка между иррационализмом, предательством разума, заболеванием французского, традиции французского просвещения, переход на сторону проклятого, значит, мистического, нарастающего, набирающего обороты. Ну, а возразить этому можно что-нибудь? Ну что, тогда, если честно, мне кажется, так и примем эти смешные аргументы. Олег, у меня кажется, правильное возражение, иди ты к черту, Жульен Бенда. Потому что по-другому нельзя. Послать его к черту, что прекрасно, конечно. Но вот ужас, мы упомянули эту тему, то объясните мне, пожалуйста, почему так часто встречается история о том, что Муссолини опирается на Бергсона в своих фашистских речах. Муссолини любил и Бергсона, и Фрейда, и футуристов. Ну что ж нам теперь с этим делать? Муссолини просто был довольно эклектичен. Нет, ничего не делать, но просто объяснить, как, как, как. А мне кажется, что Бергсон говорит совсем... То здесь можно отмахиваться, это довольно серьезный вопрос, кстати говоря, утрата там, потери популярности и так далее. Это, конечно, в значительной степени связано с тем, что некоторые сюжеты, которые в полной мере присутствуют у Бергсона, они, конечно, ими злоупотребляли в пропаганде и в той, как бы... Какие сюжеты? ...публицистике. Тот самый журнурный порыв, который Виталий начали упомянул. То есть, есть нация, которая способна к жизни... Ну, смотрите, так сказать, как бы, да, если вы против механицизма, так сказать, как бы, из-за определенной формы органицизма, у вас легко возникает идея о том, что целое доминирует над частями и части не важны. Например. Или другой пример. Почему я... Это прямо то, что есть фашио. Ну, послушайте, вот та же история с Ницше происходит, когда фашизм использует Ницше против Ницше. Ну, как бы... Поэтому, Олег, я считаю, очень важно понимать, что тут все-таки существует такая действительно, что ли, инвариантная, интеллектуальная, интеллектуальная, как бы, полемика сквозная. Она присутствует сегодня в разных формах. Я напомню, например, что популярнейшее понятие организм, которое, в принципе, определяет 19-20 век и терминологию Бергсона, после войны полностью выбрасывается. То есть, Бертоланфи пишет книжку «Теория систем», и все, что мы сейчас называем «система», это и есть старая теория организма, как бы, перекодированная в новых терминах, просто чтобы не связываться. Или витализм, например. Ну, вот, Популятор Детарифма, это же вопрос. И понятие судьбы. Просто мне кажется, что мы как-то сейчас очень больную тему уже в современности затронули. Нет, нет, нет. По степени мы можем соглашаться, принимать или не принимать аргумент о том, что некоторое философское построение того же Бергсона, связанное с его философией времени, с его философией жизни, с его философией темпоральности, в силу того, что оно действительно имеет некоторое избирательное сродство с нацистской идеологией, как минимум в идеологической машине Третьего Рейха которые вполне легко могли бы быть бергсоновскими. Например, на Нюрнбергском съезде там вот эта фраза о том, что мы запретим насиловать нашу немецкую землю механическими тракторами, потому что техника есть воплощение механицизма противного, значит, природе. Но, в принципе, техника как вот воплощение механицизма довольно по-бергсоновски звучит. Но при этом, как получается, что... По-бергсоновски звучит. Да, но давайте еще посмотрим, насколько Хайдегер отсылает к тому, что Бергсон писал раньше. Но тут возникает другая проблема. Мы не можем в этот момент принять аргумент Жульена Бинда в духе того, что если ты развиваешь философию иррационалистскую, а он именно за это вообще не парится двумя типами рациональности, а за иррационализм, то ты уже слегка фашист. Потому что сегодня эти аргументы снова звучат с невероятной силой по отношению к любому теоретику, в построениях которого может быть увидено что-то роднящее его с неприятным. Например, идеологии белого супрематизма, значит, нетолерантности и так далее. И вдруг начинает огребать Латуро, много других авторов. Бергсон был один из тех, кто получил и справа, и слева. Он получил справа от венского кружка за то, что это антинаучная ересь. Он получил слева от Бинда за предательство идеалов французского просвещения, за отказ от идеалов разума, за, по сути, вот это мистическое камлание, которое слишком похоже на национал-социализм. Ну, а здесь все-таки... Вы хотите возродить, Олег? Возродить. Ну, тут возродить. 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 Возродить нечего. Что было, что было, и с Ниши, и с Бергсоном, и с Батаем, например, те же самые истории происходили. Но... То есть это не влияет на философов, если кто-то берет на знамя, кто-то из политиков берет на знамя идеи. Это, конечно, идея... Если мы смотрим, какие есть возможности, то есть и другие интерпретации, которые полемичны по отношению к этим. И вопрос к тем в том, какая... Ну, не то чтобы ближе Бергсону, а как сочувствиенней к нему, да? Ну, хотя бы как к человеку. А сочувствие надо проявлять, потому что мы хотим его понять? Ну, это интеллектуальное сочувствие, связанное с тем, что идеи, которые он развивает, это некоторый, в том числе, исторический поток, в который он попадает. И в этом потоке и геополитика, и национализм играют свою большую роль в этом потоке. И он интеллектуал этого потока, но не интеллектуал национализма... Понятно. ...и так далее. И можно по-другому воспринимать жизненный порыв, и скорее... И вот есть исследования, которые сводят его к спиназистскому понятию канатус, упорствование жизни в своем существовании. Самосохранение. Самосохранение жизни, да. Ну, какой здесь фашизм? Можно мы... Ну, я бы все-таки сказал, что действительно, про это и нужно говорить, потому что в философии очень важны как бы малейшие нюансы, так сказать, как бы она работает с такими как бы категориями, такими моделями, где, что называется, небольшая аберрация, небольшой нюанс как бы может вести к очень глубоким последствиям, да, и прекрасная во всех смыслах идея органицизма, которая предполагает плюрализм, вообще-то говоря, так сказать, децентрализацию, да, так сказать, как бы вообще демонтаж унитаризма, да, так сказать, как бы вот при определенной как бы докрутке, при определенном нюансе может становиться довольно страшным. Это нужно просто понимать, да, и, что называется, и крупные мыслители иногда тут могли, что называется, заговориться. Вот, но я бы на другое обратил внимание, вот еще раз, так сказать, к этой критике как бы механицизма, все-таки философия бергсинянского типа, так же, как и феноменологическая философия, почему они вот как бы чрезвычайно востребованы оказались и продолжают быть в разных формах. Вот я как раз хотела спросить, что из 21 века, глядя, что сейчас мы берем из Берсон? Я бы обозначил это таким образом, что в нашем мире критически дефицитной становится перспектива вот субъективности, как бы человеческого горизонта, вообще человеческая осмысленность, как таковой. Потому что мы живем в мире, где язык науки давно оторвался от человеческого измерения. То, как современное знание говорит о мире, лишено простой человеческой осмысленности, перспективы первого лица. И совершенно не случайно как бы все-таки Бергсон трансформировался в Пруста, в совершенно особую перспективу такого интимного отношения с памятью и прочее. То есть с этой точки зрения философия Бергсона, конечно, продолжается в очень разных формах. Если, кстати говоря, вернуться к тому, как интуиция Бергсона в современных исследованиях кино как-то присутствует, то сегодняшний взгляд таких концепций строгой феноменологии фильма, типа вот как Собчак делает и так далее. Это действительно представление о том, что киноопыт открывает для нас совершенно особый тип целостностного опыта, который не является визуальным, он действительно полный, киноэстетический и так далее. Ну, это отчасти связано с фотогенией Епштейна, который напрямую отсылал к... Олег, у нас буквально две минуты осталось в прямом смысле слова. Я хотела услышать, что вам кажется, что в 21 веке мы берем и будем еще брать из Бергсона? Ну, я думаю, что философы хороши своими последователями, в том числе и теми, которые их перевирают. Это не страшно. И мне кажется, что вот «Материя и память» эта книга актуальна остается. И там есть разделы, которые касаются мозга, например, там есть рассуждения о том, где эта память, где... Ну, нету области хранения нашего прошлого памяти, как это устроено. Нет жесткого диска. И сегодняшний, конечно, мир больших данных и нейросетей, он, может быть, отдаляет нас от человека, но он приближает нас к Далезианскому, до-человеческому и после-человеческому, там, где материя рулит, ну, кому сказать... Мы разобрали у Бергсона просто на части все то, что он запрещал делать. То есть, кто-то через Далеза, значит... Кто-то через немецкий класс. Через немецкий, да. У меня все еще хуже, потому что социологическая рецепция Бергсона, она еще более отрывочная. То есть, мы выпилили из него ровно из «Материи и памяти», плюс его лекция про сновидение. То есть, вот корпус текстов самого Бергсона, который оказался очень сильно воспринят в социологии, в социологической традиции, он еще меньше. Но мне кажется предельно важным как раз вот этот образ растворения в потоке действования и восприятия, который Бергсон транслирует как образ нетождественности самому себе. То есть, это означает, что в тот момент, когда мы с вами растворены в словах друг друга, когда мы с вами находимся в коллективном производстве вот этой программы для неизведанных нам зрителей, мы в этот момент не тождественны самим себе. А они когда смотрят нас сейчас тождественны самим себе, или у них конус внимания как наш стол вот так сконцентрировался и пытаются понять… Не стоит… Это многообразие длительности. Не стоит, да, обнадеживать себя и публику, потому что никто вашу передачу не смотрит в режиме максимальной сосредоточенности. Это, кстати… И это спасение, видимо. Абсолютно. То, что мы изучали в свое время, используя Бергсоновскую терминологию. Но это важный момент, потому что он возвращает нас к моральной философии, которую как раз Витальевич справедливо вернул к этому сюжету. Потому что в тот момент, когда вы растворены в своем действии, в тот момент, когда вы полностью сосредоточены на том, что вы делаете здесь и сейчас, вы не помните своего прошлого и не отдаете себе отчет в том, что вы делаете. В мире тотального потока не может быть моральной оценки, поскольку действующий не имеет совести. Вот это то, что Бергсон передает социологам, и то, чему они следуют сегодня. Ну, это такой немножко страшный вывод. Это глобальное дежавю. Это довольно страшный вывод. Давайте на этом остановимся. Это вдруг мы придем еще к каким-то более страшным выводам. Я благодарю Виктора Вахштайна, Виталия Куренова и Олега Рансона. Вы отмечали день рождения Анри Бергсона 160 лет назад. Он родился, а мы до сих пор о нем спорим. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова